13 января в Заинске стартовали сходы граждан по итогам работы района в 2019 году и перспективах развития на 2020. Такие встречи проходят в микрорайону города, в сельских поселениях и трудовых коллективах. 13 января в школе номер 6 с участием главы Заинского муниципального района Разифа Каримова, заместителя главы Валерия Акатьева, руководителя исполнительного комитета Ильнара Хафизова прошел первый сход граждан микрорайона Новый город. Этот формат он неплохой, все-таки мы смотрим друг по другу, различные варианты, рассматриваем будущие наши вопросы, отвечаем, никаких ограничений в этой части нет. Год 2020 ответственный, как всегда, для каждого из нас. Глава района ознакомил жителей с итогами социально-экономического развития района в 2019 году и обозначил основные задачи на предстоящий год. Какие-то из них касались жизни целого района, какие-то – каждого жителя в отдельности. Мы смогли увеличить недоходную часть бюджета, полностью выполнить все принятые обязательства. Район без долгов, без кредитных нагрузок и без гарантийных каких-либо обязательств. Второй год подряд сохраняется высокая динамика в работе электроэнергии на Заинский ГРС, 109% к прошлому году. И самое важное, 23 декабря 2019 года правительственная комиссия Российской Федерации по энергетике включила Заинский ГРС в программу модернизации старых тепловых станций. Надеемся, что этот проект будет успешно реализован. Я поставил задачу перед руководителями предприятий и организаций. Назовем себе, возьмем себе обязательство на 2020 год догнать среднюю зарплату по республике. Мы пока на 2000 опаздываем. Я убедительные доводы приводил по каждому предприятию, крупному, среднему, где есть резервы увеличения зарплаты. Вот поэтому над этим мы будем работать. Разив Каримов обозначил задачи, которые должен решить район в 2020 году. И отметил, что все перспективы для этого есть. Задач очень много. Во всех направлениях есть точки роста. Мы это знаем. Сегодня сформировано так называемое бюджетное задание всем управлением, всем бюджетополучателям. И, конечно же, эти серьезные задачи, которые перед нами стоят, требуют действенных решений. Будем смело решить. О работах по благоустройству и развитию города и района и выполненной работе ТСЖ в 2019 году рассказал руководитель исполнительного комитета города Заянск Антон Петров. Также жители были проинформированы об оперативной обстановке. 2020 год в Заянске объявлен годом здравоохранения. О развитии сферы здравоохранения района рассказал главный врач Центральной районной больницы Рима Меров. В прошлом году сфера здравоохранения Заянского района была ознаменована двумя событиями. В Заянске начали работать два направления. Открылись центры гемодиализа и компьютерной томографии. Это тенденция всего сейчас мирового здравоохранения, потому что человек раз в три года должен проходить обследование как эндоскопического обследования, так и томографического обследования. Это профилактика, так называемый, сейчас очень сильно развивается, так называемый онкоскрининг. Вы можете пройти обследование всего организма за определенное, скажем так, время, раз в три года и провериться раз в три года на данное исследование. Традиционно перед пленарной частью для жителей была организована встреча с депутатами, руководителями служб района, куда можно было обратиться с вопросами. 14 января первые встречи руководства района прошли и в сельских поселениях – Верхненалимском и Поповском.